Слушайте, бокс всегда был моей большой страстью с самого раннего возраста. Как только я научился пользоваться карандашом, я рисовал в тетрадках боксерские перчатки, шорты, носки и другую экипировку. Делал раскраски, раскрашивал боксерские шорты разные цвета, потом я начал писать рассказы о боксе, описывал воображаемые бои. Я шел с этими рассказами к отцу и увидел, что на станет день, когда я стану боксером. У других моих братьев, Джона и Хьюи, тоже был интерес к боксу, но он уже близко не мог сравниться с той страстью, которая была у меня. Шейн, другой брат, тоже сильно любил бокс, но все равно не так сильно, как я. Мой батьяня всегда умел продавать. Он мог продать песок арабам или снег эскимосам. Я пришел в школу в 10 лет, когда мне было 12 лет, отец занимался продажами авто. Я всегда был рядом с ним и учился искусству сделок. Мы теряли деньги, зарабатывали, но я учился важным вещам. К 13 годам я пересидел уже во всех люксовых автомобилях. Я сидел в салоне Феррари, Бентли, Порше и так далее. В то время вы могли назвать мне любую тачку люкса, я бы сказал, ой, я сидел внутри, я знаю, что это за тачка. Я наблюдал и учился, как нужно продавать машины и влиять на решение о покупке. Помимо этого я занимался приведением старых машин в продажный вид. Перекрашивал олдкары, полировал их. Потом у меня была одна из самых сложных работ в моей жизни. Я таскал кирпичи и перегруппировал кучу камней на специальных продажных автостоянках. Камнями выкладывали нужные ряды, нужно было много чего таскать и поднимать. Я шел на стоянку в 8 утра и работал до 4. В 6 часов у меня была тренировка, я не выходил из зала до 10 вечера. За одну отработанную кучу камней мне платили 20 фунтов. За день я мог сделать 80 фунтов, отличные бабки. Надо сказать, что мой брат Шейн такую работу не вывез. Она оказалась за него слишком тяжелой и он шел заниматься другой. Я же все стерпел и каждый день мечтал, что стану чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Помню те времена, я читал только две вещи. Библию и Boxing News Magazine. Вот эта работа в продаже машин, а также постоянное нахождение на улице и общение с людьми научили меня тому, что я называю уличным интеллектом. Пониманию ситуации и людей, благодаря этому я и могу продавать и раскручивать поединки. В июне 2010 я импульсивно заказал себе самолет из Манчестера в Детройт. Я не планировал поездку, мое решение было спонтанным. Моей целью был зал Кронг Джим в Детройте, где я хотел встретиться с легендарным тренером Эммануэлем Стюардом. Или как все его называют, Мэнни. Он сделал себе рекорд 94-3 в любителях, а в 63-м году выиграл золотые перчатки. Но по-настоящему удар раскрылся в тренерах. Когда-то Мэнни лично позвонил моему отцу Джону в 2009. Он сказал ему, что я должен встретиться с ним, потому что он верит, что я буду следующим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Мне было очень приятно внимание Мэнни, но тогда в 2009 я не хотел лететь в Штаты. Моя жена Пэрис была беременна, и я не хотел затевать такую сложную дальнюю поездку. Но вот спустя год настал день, когда я проснулся утром и ужаснулся от мысли, что могу упустить шанс поработать с легендарным Мэнни. Я экстренно заказал самолет и полетел в Детройт. С Мэнни работал тогда мой двоюродный брат Энди Ли. Я рассчитывал узнать у него о зале и где мне найти Мэнни. На случай, если я не смогу дозвониться до самого стюарда. Но в итоге телефоны обоих ответили молчанием. Энди не брал трубку, и телефон Мэнни вообще был отключен. Как выяснилось, он давно не посещал Кронк и был вовлечен в работу с HBO. Несмотря на все это, я полетел в Детройт в полнейшем неведении. Куда мне потом податься? Я прилетел в аэропорт Детройт, взял такси и сказал везти меня в Кронк Джим. Мы приехали к залу и увидели заброшенное и заколоченное досками здание. Оказалось, что адрес зала был неправильным. Такси, слава богу, разобрался в ситуации и отвез в итоге меня по правильному адресу. Когда я вошел в Кронк, оказалось, что я единственный белый в помещении. Я подошел к одному из тренеров и спросил, где меня найти Мэнни? А ты, блять, кто? Я будущий чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри. Я понимаю, что это звучало пиздец как надменно, но что касается вопросов бокса, я всегда чувствовал незыблемую уверенность в себе. В итоге этот тренер набрал Мэнни и я услышал их разговор. Здесь стоит какой-то ебнутый белый парень из Англии. Говорит, что будет стоящим чемпионом мира в тяжелом весе. Мэнни спросил у него мое имя и, узнав его, дал команду привезти меня к себе домой. Когда мы увидели с Мэнни, между нами сразу побежала искра. Мы сошлись немедленно. Я планировал остаться в Датроите на две недели, но в итоге прожил у Мэнни месяц. Он был настолько любезен, что заказал мне за свои деньги специальную кровать огромных размеров под мой рост. Все это время он был невероятно уважительным ко мне и обращался со мной как с чемпионом. Он сказал мне, что я один из трех самых мощных и харизматичных персонажей в истории бокса, наряду с Мухаммедом Али и принцом Насимом Хаммедом. Мэнни поработал со мной над моим балансом, ритмом и джебом. И я был губкой, которая впитывала все. Это были невероятные знания. То, чем он меня научил за этот месяц, навсегда останется в моей голове и инстинктах. Это не просто тренер, это настоящий учитель, которых сегодня не так много. Время, проведенное с ним, одно из лучших в моей жизни. Потом, когда пришли выходные, он водил меня по местным барам и представлял меня всем посетителем, как следующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Я же пел им песни, которые любят все американцы. В Кронг Джиме я произвел фурор. Все черные говорили, вот и настали времена, когда Кронг забрал под себя белый. Я помню, как один крузовейт из Австралии уговорил меня встать в спарринг, и я дважды уронил его джебом. В итоге спарринг прекратили, потому что он не выглядел конкурентным. Опытные тренеры в зале были в шоке от моего движения и легкости ног. Они мне говорили, что все европейцы двигаются как роботы, и у них хватает пластики и легкости, но я ебаные исключения. Они сказали, что я обладаю невероятным врожденным атлетизмом скоростью рук. Напоследок Мэнни подарил мне две красивых пары боксерок. В одной из них я спустя пять лет выиграл у Владимира Кличко и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В моем телефоне есть приложение, которое показывает мне, сколько дней подряд я читал Библию. Каждый день я читаю отрывок. Если выпадает день, когда я ничего не прочитал, счетчик приложения обнуляет серию, и нужно начинать все сначала. Читать Библию каждый день очень важно для меня. Это значительно помогает моему состоянию ума. В нашей культуре кочевников есть здоровый страх перед Богом, и меня всегда воспитывали так, что нужно ходить в церковь. Мой дядя Эрни был проповедником, и меня всегда захватывала Библия, которая есть ответы на все вопросы в мире, и которая показывает нашему обществу, каким оно должно быть. Вера всегда была критически важна в моей борьбе с ментальными расстройствами. Я понял, насколько серьезен вопрос ментального здоровья, когда после боя с Уалдером отправился в турнир с выступлением по всей Британии. Тысячи людей описывали мне свои проблемы, те самые, через которые я прошел сам. Один человек прилетел из Техаса в Манчестер, подошел ко мне и сказал, «Спасибо, что спасли жизнь моей жене». Другой прилетел из Южной Кореи на мое выступление в Литии и сказал то же самое, что моя борьба с депрессией помогла ему близким. А как-то в воскресенье, когда я был на заняемом дворе, в нашу дверь позвонили. Пришла женщина, которая была в страхе за своего сына. Она сказала, что он находится в суицидальном состоянии и умоляла меня поговорить с ним. Он жил неподалеку, поэтому мы с моим тренером пошли поговорить с ним. По-русски тяжело открываться перед родителями, но передо мной и моим тренером парень раскрылся. Спустя несколько дней он пришел к нам домой и подарил моей жене коробку шоколадных конфет и благодарственную открытку, потому что этот часовой разговор воодушевил его и снова помог встретиться лицом к лицу с миром. Молодым парням нужен кто-то, кто поговорит с ними, нужен специалист. Просто шокирует, что число самоубийств среди подростков в Англии и Уэльсе выросло на 67% с 2010-го и суицид самый большой убийца мужчин моложе 45-ти. Если мой тренер Бен был слегка раздражен тем, как быстро образовался первый бой с Уайлдером, то его эмоции даже близко нельзя было сравнить с тем, с чем я столкнулся, когда встретился с батей. Батя был сам профессиональным боксером-тяжеловесом, он понимал этот спорт. Он знал, какая грязная политика происходит вокруг бокса и какой подготовки требует большой бой. Поэтому, когда я сказал ему, что буду драться с Уайлдером, он взорвался. Он по натуре правдоруб. И как отец, как человек, понимающий спорт, он не стал стесняться выражениях насчет того, что со мной сделает Уайлдер. Он сказал, что меня нокаутируют и я могу получить ущерб мозга. И что в каком случае произойдет с моими детьми, у которых больше не будет отца, который позаботится о них. Он не унимался и говорил, посмотри на Уайлдера и посмотри на этих двух пацанов, которых ты побил. А я тогда повиделся Ферри и Пьенету. Он продолжал, Уайлдер совсем на другом уровне. Этот парень может нахуй тебя убить. Потом он сказал, что если я приму этот бой, он больше не будет со мной разговаривать. Верный своему слову, 7 недель к бою, отец не разговаривал со мной. Для меня это было тяжело и был расстроен. Я понимаю, почему столько людей не верили в меня. Думаю, что только долбоеб после такого простого и двух легких соперников возьмет бой с таким опасным оппонентом, как Дентей Уайлдер. Но мое врожденное неповиновение, которое привело меня к победе над Владимиром Кличко, вопреки всему заставило меня поверить, что я могу поехать в Штаты и победить Уайлдера. За три дня до боя отец вдруг нарушил свой обет молчания и позвонил, чтобы пожелать удачи. Он сказал, что знает мой бойцовский дух, поможет мне сдюжить. Он не разговаривал со мной все недели этого кэмпа, потому что когда он что-то обещает, он делает это. Но он все-таки отец, и поэтому должен был позвонить. Я не припоминаю, чтобы он часто раньше менял свою позицию, но это был особенный случай, и для меня это очень много значило. Впервые я встретил любовь всей моей жизни в 2005-м на свадьбе в Лондоне. Пэрис было 15, а мне 17. Меня сразу потянуло к ней, но чувства, как мне показалось, не были взаимными. Нас познакомила одна из ее тетушек, которая была известна своими умениями в матчмейкинге. Пэрис показал, что тетушка на раз ошиблась, потому что я выглядел как 30-летний с моими бакенбардами и щетиной. К тому же я был просто огромным для своего возраста. Честно говоря, у нас не был самый многообещающий старт для потенциальных отношений. Мы просто сказали друг другу привет пока, и на этом все. Наш первый настоящий разговор случился спустя год, когда меня пригласили на ее 16-летие, один наш общий друг. Это был небольшой разговор, но на этот раз мы скликнулись. Я был стесняющимся и огромным в размерах, из-за этого чувствовал себя неловко и немного горбился. Пэрис сказал мне расправить спину и ходить с прямой выправкой. Это небольшое проявление любезности с ее стороны было для меня очень значительным. И по сей день я хожу с такой выправкой, что она говорит, что я прогуливаюсь, как гордый павлин. После того разговора я сразу понял, что Пэрис – моя женщина. Каждые выходные я ездил к ней, тратя полтора часа на дорогу. Я стал ее первым парнем, и мы просвечались три года. Однажды я сказала, что стану профессиональным бойцом, британским чемпионом, и что я хочу жениться на ней. К счастью, она сказала «да». Мы поженились очень молодыми, мне было 20, ей 18. Мы не спали друг с другом до нашей первой брачной ночи. Даже после того, как мы обручились, я навещал ее на выходных. Я спал в повозке во дворе, а она спала в родительском доме. Многим в современном западном мире это покажется странным. Но такова традиция тех, кто является частью сообщества кочевников, и тех, кто изучает Библию. Честно говоря, моя мама до конца не понимает, чего я достиг в боксе. Я помню, я как-то вытащил ее на шоппинг после боя с Уалдером. И повсюду, куда я не шел в Манчестере, меня останавливали, чтобы сфоткаться или взять автограф. И она говорит мне «сынок, откуда ты знаешь так много людей?» Мне пришлось объяснить ей, что я чемпион мира по боксу в тяжелом весе. И много людей наблюдали за мной и поддерживали. Тот день был особенным. Прекрасное время, которое я провел с мамой так, как любой сын мечтает провести. Я купил ей ее любимые духи. Я хотел купить ей сумку Луи Виттон, но она закричала на меня. Не выкидывай на это деньги, береги деньги, потому что никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся. Только мать может так отчитать мультимиллионера. Она беспокоилась обо мне больше, чем я о себе. И это свойственно всем хорошим матерям. Я помню, в детстве мой отец всегда был трудоголиком. Он находился дома в 7 утра и возвращался в 11 вечера. Он был прижимистым в деньгах, поэтому могли просить на карманы расходы только у мамы. Она всегда давала нам деньги, всякие гостинцы. Она всегда поддерживала меня, хотя я никогда не была ни на одном моем бою. Ни по любителям, ни по профессионалам. В 20 лет во мне было много щенячьего жира, но при этом никакой программы силовой и функциональной подготовки диеты. С диетой было как раз наоборот. После тренировок мы часто ходили с моим дядей в ближайшую забегаловку, и он говорил мне, а ну-ка, Тайсон, забрось-ка себя в парочку мясных пирогов. Но я так упорно пахал и дрался так стойко, что все равно мог пройти 12 раундов боя на диете из мясных пирогов. У меня была способность драться, несмотря на плохую форму. Думаю, это благодаря моему духу и решимости. Даже когда я был настолько устаршим, что готов был упасть, я все равно не позволял себе сдаться. Я говорил дяде, это я за нездоровая тема, что после 5 раундов я уже супер устал, а мне еще драться 7. Но он отвечал, просто ты вот так себя чувствуешь, надо проходить через это. На тот момент мне все еще было очень далеко до того научного подхода, который появился у меня с другим моим дядей Питером. Но даже на раннем этапе моей профессиональной карьеры я понимал, что я ночной кошмар для любого тяжа. Часть моей уверенности шла от понимания моего атлетизма. Я всегда был превосходно гибким. Я что-то вроде генетического фрика, потому что даже когда я весил 160 кг, я мог спарринговаться 20 раундов. Делал нырки и уклоны, передвигаясь по всему рингу с легкостью. Я понял причину таких своих резервов во второй половине моей карьеры. Оказывается, мой объем легких был исключительным. Во время тестов я смог вдыхать 21 литр воздуха, за то же время, за которое другой подготовленный мужчина весом 127 кг мог вдохнуть только 12 литров. Поэтому у меня есть дух, чтобы копать глубоко. И есть физическое одаренность, чтобы копать еще глубже. Глубже, чем кто-либо в тяжелом дивизионе. Все это дает мне фантастическую выносливость и неумолимость в самые трудные моменты. Я никогда не считал, что побеждает тот, кто усерднее тренируется, или тот, кто серьезнее посвящает себя спорту. Это хуйня. Я знал одного парня, даже нескольких, кто жил 12 недель в зале, как монах-аскет. Пахал, как одержимый. Выходил и проиграл нокаутом в первом раунде. Мы можем взять алкаша с улицы, который взвел из себя две бутылки виски. Он выйдет в ринг вместо этого пахаря и получит точно такой же результат. Поражение нокаутом в первом раунде. Победа и титул это ментальная категория. Чемпион и победитель тот, у кого есть нужная ментальность. Я знаю многих, кто тренируется усерднее меня. Все эти кроссфитеры и так далее. Знаю, что есть те, кто бьет сильнее меня, у кого лучше растяжка или прыгучесть. Но им не побить меня, потому что я лучший. Вспомните старые бои 19 века, когда люди пили по полбутылки бренди между раундами и дрались по 20 раундов, не проходя никаких лагерей к бою. Это все ментальность. У Владимира Кличко была слабость. Он не мог нормально готовиться и настраиваться, если абсолютно каждая деталь не была под его контролем. В 2010-м меня позвали к нему в Австрию в качестве спарринг-партнера. Он тогда готовился к Чесоле. На тренировках я заметил странную деталь. Влад любит пристально смотреть на спарринг-партнеров прямо в глаза, когда они занимаются своими делами. Встал неподалеку и смотрел, пока тот не поворачивался и не видел направленный на него взгляд. Он делал это для того, чтобы взять человека под свой психологический контроль. На случай, если вдруг жизнь потом их сведет в ринге, Влад будет точно знать, что он уже приручил этого бойца. Но со мной эта хуйня не прошла. Как-то я работал на скакалке в другом конце зала. И тут Влад встал в другом конце и начал пристально смотреть на меня. Он хотел, чтобы я поднял голову и увидел его взгляд. Я увидел. Вышел в скакалку и пошел на него. Эй, долбоеб, у тебя какие-то проблемы? Это ему сильно не понравилось. Есть два закона. Люби свою женщину и сражайся за свою страну. Если война придет в США или Великобританию, то я пойду на нее. Не волнуйтесь по этому поводу. Мы все пойдем. Почему нет? Бросьте, это же защита родной земли, так что ведите себя достойно. Деньги не имеют отношения к этой ситуации. Даже все деньги мира не принесут тебе никакой пользы, если не можешь потратить их на родине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!